Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Наконец, настало время сделать настоящий благородный джин. Сегодня я делаю домашний джин из зернового пшеничного самогона. У меня обалденнейшая пшеничка. Уже она отстоялась. Она сделана была в феврале. Прекрасный аромат. И сейчас я хочу сделать джин. Я очень серьезно подготовился к производству джина. Я пересмотрел много видео и нашел, на мой взгляд, самый интересный, самый красивый и правильный рецепт джина, чтобы он был вкусным и ароматным. Для этого я буду использовать цедру апельсинов и лимонов, ягоды можжевельника, кориандр, кардамон. Вот таких штучек я буду брать две штучки на один литр. Вот таких стручков. И корица. В составе джина используется не корица, а кассия. То есть то, что обычно продается на прилавках всех магазинов. Вот это кассия, вот такой большой мешок кассии стоит столько же, сколько всего две вот такие палочки настоящей корицы. Но в рецепте нужно использовать именно кассию. Самый вкусный, самый ароматный джин делается с помощью джин-корзины. Но я вам уже всем давно рассказывал, что для меня самый спортивный интерес вызывает сделать что-то очень вкусное и ценное на самом простом оборудовании. У меня вот такой старый самогонный аппарат, ему уже 25 лет. Это мое детище обалденное. У него даже есть вот такой примитивный дефлегматор, который я не подключаю. И я хочу на вот таком страшненьком аппаратике из обычного молочного бетона сделать самый вкусный джин. С джин-корзиной. Ну куда же сюда прикрутить джин-корзину? Внимание! Я сам изобрел вот такую джин-корзину. Это стеклянная банка с отверстием. Как просверлить отверстие стеклянной банки, чтобы сделать джин-корзину? Смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Для чего нужно отверстие в банке? Когда пары спирта будут проходить через ароматные травки, то часть флегмы будет конденсироваться. И если она будет собираться в банке, сам джин приобретет нотки вареных овощей. Поэтому по правилам нужно вот эту всю конденсат сбрасывать. Но у меня джин-корзины нет, и я сделал банку с отверстием. Поэтому весь конденсат, какой будет скапливаться, я буду капельным путем через эту маленькую силиконовую трубочку собирать в отдельную емкость. А сами ароматные пары спирта будут идти уже на холодильник и конденсироваться. У меня примерно 7,5 литров пшеничного самогона. Обычно считают, что его нужно развести где-то до крепости 30-40%. Но из-за того, что у меня молочный бетон и в нем стоят электротены, то чтобы тены не сгорели, когда я слишком хорошо отберу весь продукт, то мне придется разводить его не до какой-то конкретной крепости, а так, чтобы тены не оголились в процессе того, как будет работать самогонный аппарат. Выливаю весь самогон из пшенички в самогонный аппарат и разложу его водичкой, а затем замеряю крепость. Сейчас я вывел весь самогон из пшеницы. Тены полностью покрылись, но там буквально 5 мм, даже нет. Вот один тен еле-еле торчит из воды. Поэтому я еще добавляю сюда хорошую фильтрованную водичку. У меня в руках мечта каждого самогонщика. Это спиртомер АСП-3. По этому спиртомеру крепость самогона, который я развел, 25-26 градусов. Это немного меньше, чем нижний порог, но лучше так. Цедру нужно снимать самый верхний слой абсолютно без белой корочки. Я попробую вот такой чистилка. Если будет легко, я сниму ею. Нет, белую корочку цепляет. Все-таки самый простой способ, это обычная терка. Вот такая цедра будет и снимаю. Пшеничный спирт уже греется, а я начну засыпать смесь в джин-корзину. У меня объем банки 700 мл, а отравок немного больше. Поэтому я разделил весь гербарий на две части и буду ароматизировать самогон за два прогона. Сейчас я для того, чтобы лучше отдавали свои эфирные масла и ароматы все пряности, я их слегка разотру в ступке. Еще одно мое изобретение. Трубочка входит в баночку и выступает над донышком на несколько миллиметров. Я кладу сверху обычный плоский камешек, чтобы молотые пряности не забивали отверстия слива. Пахнет классно. Я уже сплю, тут такие запахи. И корица. И кардамон вообще слышно. Нашевельник до сих пор. И цедра. Пахнет уже очень ярко. Оператор, пока я отвернулся, брал ложками и ел всю засыпь. Я думаю, джин будет тоже обалденный. Теперь самое главное, камешек не сдвинуть. Закрываем. Здесь делаю зажим, чтобы преждевременно не выходили пары. Я предполагаю, что очень многие спросят, зачем столько банок для того, чтобы сделать джин. У меня самый простой самогонный аппарат. И, конечно же, я делал сначала отбор спирта сердца, потом делал дробную перегонку через МСД. Но все равно спирт не такой чистый, если бы это была бы очень какая-то красивая и дорогая колонна. Поэтому я сейчас опять поставил 4 барбатера и 1 сухопарник. А уже после этого чистый спирт будет проходить через ароматные пряности. Я это сделал для того, чтобы еще сделать одну степень очистки при перегоне. Сейчас, когда банки нагреются, я отберу 2-3% голов. Хотя здесь голов вроде бы и не должно уже быть. Я их называю головами потому, что здесь будет очень большая концентрация эфирных масел. И, возможно, если эти головы добавят в сам напиток, то будет аппалисценция. То есть, напиток начнет мутнеть. Поэтому я немного отбираю, а потом посмотрим, что с этими головами я буду делать. Уже банки начинают греться. Вот так видно на просвет с этой стороны, как потихонечку поднимается банок спирта. Такой звук – это пролев банок спирта. Стой, стой. Вот это да. Произошла большая катастрофа. Банка лопнула, хотя я предварительно ее варил в кикотке, чтобы у нее не было резкого перепада и немножко стекло расслабилось. Поэтому на сегодня съемки заканчиваются. Жаль. Стрессовая ситуация всегда мобилизирует умственные способности. Я быстро принял решение взять вот такую большую банку, целую, без отверстий. На дно я кладу дренаж из камней, чтобы там скапливался конденсат из эфирных масел. Сверху я камешки закрываю вот такой марлечкой, а на нее уже насыпаю засыпь. Раз уж я взял большую банку, то я понял, что у меня сюда получается положить всю запись, всю засыпь гербария, чтобы потом не раскрывать банку и не останавливать процесс. Трубочку, по которой будут заходить спиртовые пары, я опустил немножко поглубже и начинаю прогревать банки. Последняя банка с гербарием уже прогрелась и начались первые капли. Я уменьшил скорость нагрева, чтобы отбор голов был не слишком быстрым и потихонечку отбираю самую первую часть. Пахнет обалденно! Я отобрал грамм 80 голов и думаю, что уже можно переставлять емкость для набора тела. Вся система уже хорошо прогрелась. Я проверил скорость отбора 22-23 минуты литр. Крепость 83 с погрешностью на то, что здесь очень холодный идет продукт. Все закончилось очень быстро, я даже не успел удивиться. Я отобрал 3 литра 82 или 3% хорошего ароматного спирта и начал отбирать вот в эту банку. Решил проверить крепость. Крепость в струе здесь 40 градусов. Это очень мало. Я хотел остановиться на 70 и скорее всего для обалденного джина я буду использовать только эту банку. А с этой будем проводить эксперименты. Сейчас я доберу спирт, который у меня есть для того, чтобы потом его ректифицировать. Джин я сделал достаточно быстро, даже сам этому удивился. Но еще больше удивился тому, что есть математическая штука. Я это видел у других коллег по самогонному цеху. У меня было 7,5 литров самогона крепостью 55 градусов. Теперь у меня получилось 4-5 литров самогона крепостью 53 градуса. Вот столько голов крепостью 83 градуса. И вот столько хвостов. Здесь я даже не мерял крепость. Около 10%. И чуть-чуть в банке эфирных масел. Поэтому куда делись остальные градусы и куда делся остальный самогон, я не знаю. Будем называть это большой долей ангелов. Но не в этом суть. Вот здесь я разбавил самогон джин до крепости 53% из тела, которое было 83 градуса. Это аромат обалденный. А это уже тот хвостик, что я немножко прозевал. Он пахнет совершенно по-другому. Хотел дать вам понюхать эта камера. Абсолютно разный аромат. И этот аромат не такой приятный, как вот этот. Но зато я приятно удивлен тем, что весь жмых пахнет классно. Он пахнет как будто бы эссенцией для торта. Потому что я использую для эссенции самогон и цедру цитрусовых. Никакого вареного запаха овощей нет. Вот здесь еще есть вот эта жужка. Я не знаю, что с ней сделать. Попробую ее слить и придумать. А вот с этим возможно еще сюда влить литр самогона. И пусть настаивается. Что-то может и получится. И теперь самый приятный и самый интересный фокус. Этот фокус, конечно же, я как и все посмотрел в интернете у братьев своих старших. Вот здесь на тарелочке у меня обалденнейший чай. Это такой классный чай. Он называется Клитория Тройчатая. И вот эту Клиторию я буду добавлять в прекрасный джин. Всего мне нужно по два бутончика на каждую банку вот здесь и один бутончик вот сюда. А, оттуда тоже. Странное название. Плавает. Плавает. И сейчас, буквально через полсекундочки, я уже вижу ниточки. И чем больше пройдет времени, тем сильнее они будут видны. Эта Клитория имеет свой особый вкус и аромат, поэтому я не буду добавлять много. Лучше мы подождем чуть больше и увидим, как красиво окрашивается джин благородный голубой оттенок. Сейчас, конечно же, я это все закрываю под большой замок, потому что оператор уже ходит и облизывается. И даю отдохнуть в темном месте и в стекле и волшебные слова, как минимум дней 10. А может быть и больше. Пусть все ароматы переплетутся, джин отдохнет и потом приступим к дегустации. Вот так поменялся цвет за пару часов. Ты что, слово цвет не можешь сказать? Он уже пишет. Не поменялся, а изменился. А. Вот так изменился цвет за пару часов. Сегодня на дегустации у меня два вида джинна. Вернее, это один и тот же джинн. Просто один джинн из тела крепостью 83%. А второй джинн я немножко не успел поменять баночки, и у меня получилось сборное тело. Самое последнее, что дошло, это 50 градусов, а общая крепость его была 63%. И ту банку я развел до плотности 53 объемных долей спирта. И сейчас я буду их дегустировать. Сам джинн уже отдохнул 10 дней, и я его предварительно попробовал. И сразу скажу, тот джинн, который был из хвостов, так называемых, он абсолютно невкусный, поэтому он даже не будет участвовать в дегустации. А сейчас будет тот джинн, который я сделал. Итак, цвет у джинна очень красивый, голубой, насыщенный, а аромат... В аромате очень явно слышны цитрусовые нотки и немножко меньше нотки можжевельника. Скорее всего, очень много цитрусовых ноток, потому что сама крепость джинна 53%, а эфирные масла цитрусовых менее слышны, когда крепость понижается. Поэтому, если джинн сделать крепостью 50 или 47 градусов, то, скорее всего, самих цитрусовых ноток будет немного меньше, и аромат будет более сбалансированный. Пахнет божественно. Пахнет божественно. Я очень люблю именно домашний самогон, который не меньше по 10 градусов крепостью, поэтому мне это приятно пить. Во вкусе сразу слышна характерная нотка можжевельника. Раньше я никогда не пробовал можжевеловые водки, а только добавлял можжевельник именно в мясные блюда. Поэтому мне было непонятно, как можно прочувствовать и насладиться вкусом крепкого напитка с можжевеловыми нотками. Но это очень и очень хорошо. Очень отдаленно слышна, конечно же, основа самогона, потому что я делал это все на самом простом самогонном аппарате. Но полностью вся картина очень красивая. Вкус обалденнейший. Джин можно пить или неразбавленным, или в составе напитков. Оливочка. О, цвета на. Оливка очень сюда хорошо подходит. Класс. Аромат супер. Цвет супер. Лайм. Неразбавленный джин мне очень понравился. Но все-таки большинство людей предпочитают использовать джин в качестве основы для коктейлей. Поэтому сейчас я попробую приготовить коктейль на основе джина. У меня есть коктейльный стакан. Джин. И тоник. Многие бармены называют швепс не тоником, а шмурдяком. И я, скорее всего, с ними согласился бы. Но это самый дешевый вариант тоника. А у меня не элитный джин, а домашний джин из простого зернового самогона. Поэтому, я думаю, даже швепс прекрасно подчеркнет вкус джина в коктейле. Очень красиво, когда добавлять в голубой джин тоник, то сам напиток будет менять цвет. На вот такой красивый, слегка розовый. Если налить тоненько побольше, вкус будет очень утонченным, мягким и приятным. Долька лайма. В коктейле совершенно другой аромат. Как раз именно та легкая нотка джина с тоником. Вот такая, когда ты еще не знаешь, что это можжевельник, что это цитрусы. Такое что-то непонятное, с нотками еще тоника. Очень легкий, освежающий напиток. Класс, очень вкусно. Говорят, что такие коктейли очень нравятся девочкам. Но я скажу, и мальчикам они тоже очень нравятся. Обалденный коктейль. Класс. Это еще на другой аромат. Вкусно. Обалденно. Я очень давно хотел сделать джин. Тем более, что у меня была зерновая основа из пшенички. Я все сделал по самому лучшему рецепту. Я думаю, джин в тех условиях, что у меня были, получился самым лучшим, идеальным. Поэтому очень нравится. Друзья, если вам понравилось, смотрите дальше, как я делал джин. Ставьте вот такие огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова